Посадка пионов это одна из, наверное, самых важных операций, потому что от нее зависит, насколько долговечным будет ваш куст. При подготовке ямы мы оцениваем, какого размера корневища. Не всегда, когда мы покупаем посадочный материал, у нас корневища располагаются, то есть основные корни уходят вниз. Очень часто бывает такая ситуация, что корни вообще располагаются под углом. То есть тогда вы и копаете яму, грубо говоря, не круглую, а продолговатую для того, чтобы вы могли разместить этот корень. Но ключевой момент. На дно, если есть вероятность замокания, вы обязательно кладете либо хороший слой песка, либо хороший слой гравеля. Для того, чтобы максимально быстро эту воду, которая будет там застаиваться, максимально быстро ее отвести. Если грунт такой, который не предполагает застаивание воды, то этого можно не делать. Но если это сорт какой-то капризный, редкий, лучше сделать. В этом случае лучше как раз перестраховаться. Я не любитель добавлять удобрения при посадке, объясняю почему. Потому что как только мы сажаем наш посадочный материал, у растений основная задача укорениться и нарастить корни. В первую очередь для того, чтобы получать воду из грунта. Пока нет нормальных всасывающих корней, все-таки концентрация удобрений в этой яме будет большевата и она просто отсрочит укоренение. Поэтому лучше эти удобрения добавить чуть позже, на следующий год. Полив при посадке в большинстве случаев он не нужен. Почему? Потому что мы сажаем растения без листвы. То есть мы по сути сажаем корневище, у которого нет всасывающих корней. Если у нас нормальный грунт, достаточно влагоемкий, то есть мы когда копали, у нас он был не сухой, не пыль, мы спокойно можем не поливать. То есть посадили и за счет росы, за счет естественных осадков этой влаги будет достаточно для того, чтобы сформировались всасывающие корни. Исключение составляют песчаные, супесчаные почвы. Когда влага практически не держится в этом грунте, тогда конечно нам нужно обязательно полить, потому что в любом случае корни не будут формироваться в сухом грунте. Все-таки им нужна вот эта вот влага, которая в грунте есть. Тогда естественно мы поливаем. Следующий момент расположение цветочных почек относительно уровня грунта. Расположение должно быть не больше пяти сантиметров от уровня поверхности почвы. То есть это в среднем три пальца. То есть толстые цветочные почки должны располагаться не глубже, чем вот эти пять сантиметров. Поэтому при посадке обязательно дно яму нужно уплотнить, потому что при поливе он все равно осядет вниз и получится гораздо большая высота, которая потом не позволит пробиться цветочным почкам наружу. Если действительно у вас там холодно, бесснежно и вообще нет никакой, скажем так, никакого укрытия, то редкие сорта можно прикрыть. Но в большинстве случаев пионы достаточно устойчивые и им не требуется специфического какого-то специального укрытия для того, чтобы нормально перезимовать даже в первый год после посадки. В идеале не давать им цвести первый год. Но кто ж удержится, чтобы посмотреть, тот ли сорт мы получили или нет. Ну, поэтому можно так. Цветок открылся и срезали. То есть убедились, успокоились, потому что а как же удовольствие от процесса. Но в идеале молодые растения лучше не перегружать. Если у вас растение первого года и крайне не хочется удалять цветы, оставьте хотя бы один. То есть не надо оставлять пять-шесть, если это была хорошая большая деленка. Все равно основная задача у растения укорениться. Через год он порадует полноценным нормальным цветением. И в этот год пусть оно себе растет, наращивает массу, наращивает цветочные почки.